Новости в эфире. В студии работает Алмаз Ашим. Здравствуйте. Казахстан поддерживает международное сообщество в противодействии терроризму. Об этом на своей странице в Твиттере написал Касым Жумар Токаев. В День памяти жертв террористических атак 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке глава государства подтвердил приверженность Республики глобальным усилиям по борьбе с терроризмом. Он отметил, что память об этом жестоком акте все еще живет в сердцах и умах миллионов людей по всему миру. Ровно 20 лет назад был совершен крупнейший по числу жертв теракт в истории. Четыре захваченных самолета боевики направили в здания, символизирующие экономическую, политическую, военную мощь Америки. Помимо 19 террористов, в результате атаки погибли почти 3000 человек. Именно после этого штаты начали так называемую войну с террором, в ходе которых вторглись в Афганистан и Ирак. Спустя два десятка лет в Вашингтоне возобновились досудебные слушания по делу над предполагаемыми организаторами нападения, а в Белом доме поручили рассекретить документы ФБР, связанные с расследованием трагедии, которая изменила мир. Репортаж Шамира Хайдарова. Девять часов утра, 11 сентября 2001 года. Второй угнанный смертниками самолет врезался в южную башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Эти кадры в тот день транслировали все телеканалы мира. Меньше чем через час здание рушится. Люди в панике бегут, спасаясь от обломков башни и огромных облаков дыма, которые сразу же окутывают все вокруг. Еще через полчаса падает Северная башня. В районе Нижней Манхэттена объявлена эвакуация. Полмиллиона человек спасаются от атаки, которую позже назовут самым ужасным террористическим нападением в истории страны. Сегодня утром была атакована свобода, которую мы будем защищать. Соединенные Штаты выследят и накажут виновных в этих трусливых нападениях. Всего в тот день террористы угнали четыре пассажирских самолета. Два из них врезались в башни Близенцы в Нью-Йорке. Еще один протаранил здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый лайнер, который смертники планировали направить в Капитолий, упал в поле в штате Пенсильвания. Жертвами атак стали почти три тысячи человек. Мой муж в тот день был на встрече в Северной башне на 99-м этаже. Сначала я надеялась, что он жив. Но после того, как мы увидели фотографии с места трагедии, я сразу поняла, что шансы на то, что он выжил, равны нулю. Печаль не покидает меня и накапливается с годами. Есть вещи, которые вызывают очень сильные переживания. Иногда мне говорят, ну ведь прошло уже 20 лет. Да, но чувство горя со мной навсегда. Завалы на месте Всемирного торгового центра разбирали 8 месяцев. В 2013 году там построили новую башню высотой 541 метров. Кроме того, рядом открыли музей и мемориал, где теперь ежегодно проводят траурные мероприятия. А американским школьникам рассказывают о трагическом событии. Я еще даже не родилась тогда, но все равно очень трудно осознавать, как много людей погибли. Они могли просто заниматься своими делами, работали или проходили мимо. Но в один миг их жизнь оборвалась. Акцию спланировали находящиеся в тот момент в Афганистане члены террористической организации «Аль-Каида» во главе с Усамой Бен Ладеном. Ради уничтожения которого США начали одну из самых затяжных военных кампаний в истории и вторглись в Афганистан. Бен Ладена обезвредили лишь 10 лет спустя, в 2011-м. А полностью покинуть страну американцы смогли только недавно, накануне 20-летия тех терактов. Не без критики и разногласий по этому поводу как вне, так и внутри государства. События 11 сентября полностью изменили наш уклад жизни. Радикалы, устроившие атаку 20 лет назад, всё ещё существуют. И угроза не уменьшилась. Поэтому мы делаем всё, чтобы извлечь уроки из прошлого и пытаемся предотвратить такие атаки в будущем. По большому счёту, подобные захваты самолётов удалось избежать благодаря ужесточению требований по авиабезопасности. Кабины пилотов с тех пор стали устанавливать бронированные двери, которые всегда на замке. Целиком и полностью поменялись правила прохождения предполётных досмотров, которые исключают любую вероятность нахождения злоумышленников с запрещенными предметами на борту. Амир Хайдаров, Хабар-24. Число погибших при взрыве газа в российском Ельц выросло до трёх человек. Спасатели извлекли из-под завалов тело 11-летнего ребёнка. Ещё как минимум восемь жильцов в двухэтажке госпитализированы. Среди них девочка девяти лет. Уточняется, что два человека до сих пор считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются. Следователи возбудили уголовное дело. Свыше 10 тысяч человек скончались от коронавируса с начала пандемии в Казахстане. Такие данные приводит Министерство здравоохранения. За прошедшие сутки от ковид и пневмонии погибли 105 инфицированных. Сейчас лечение продолжает получать почти 80 тысяч пациентов. Из них больше тысячи находятся в тяжёлом состоянии. Почти 200 больных подключены к аппаратам ИВЛ. Тем временем в стране выявили свыше 3,5 тысяч новых случаев заболевания в антилидерах Алматы, Карагандинской, Алматинской области. И свежие данные по вакцинированным. Первый компонент получили более 7 миллионов человек. Второй – почти 6 миллионов. Асхат Жумабеков из «Семея» попал в топ-50 учителей мира и поборется за миллион долларов. Эти деньги в случае победы 32-летний педагог планирует потратить на создание онкоцентра в регионе и инклюзивной школы. Об учителе нового поколения сюжет Динары Абдировой. Учитель физики Асхат Жумабеков – первый в истории Казахстана педагог, которому удалось стать финалистом глобальной премии Global Teacher Prize. Она считается аналогом Нобелевской премии. В Назарбаев интеллектуальной школе «Семея» Асхат работает больше 8 лет. Считает, что современным детям нужны преподаватели нового поколения, не отстающие от цифровых технологий. Уроки с их помощью получаются более живыми и интересными. На мой взгляд, современным учителем должен быть учитель, который постоянно рефлексирует свою практику, который постоянно находится в неустанном поиске, а также вовлекает своих учащихся в научно-исследовательскую деятельность. Моё кредо – это обучение через исследования. То есть свои уроки я стараюсь объяснять через эксперимент. Вне уроков молодой учитель занимается научными исследованиями. Совместно с финскими и российскими учёными он выпустил монографию об инклюзии. Школа, где дети будут учиться без ограничений – мечта Асхата Жумабекова. «Он не только сам работает и развивается, но он также за собой стимулирует, мотивирует своих учащихся. И сегодня ученики Асхата Саветхановича являются тоже призёрами республиканских международных конкурсов, научных проектов, олимпиад различного уровня». Испытать удачу учитель физики из семея сможет этой осенью. Его соперники в борьбе за миллион долларов – лучшие педагоги из 120 стран мира. На 90% завершено строительство первого в Казахстане завода по производству полипропилена. Сегодня в Атрау заключили трёхсторонний меморандум о поставке пропана с тенгизского месторождения на завод в Карабатане. Такое взаимовыгодное партнёрство между национальной компанией «Казбунайгаз» и «Тенгиз-Шевройл» направлено на поддержку развития нефтехимической отрасли. Строительство газохимического комплекса «Проект инновационный» обещает стать одним из самых крупных предприятий в стране. Согласно подписанному меморандуму, компания «Тенгиз-Шевройл» является главным поставщиком сырья на завод по производству полипропилена. «Мы все становимся свидетелями совершенно нового этапа в нефтяной промышленности Казахстана – развития нефтегазохимического кластера. Компания «Казбунайгаз» перед собой ставит масштабную задачу снизить сырьевую зависимость экономики и перейти к переработке добываемого газа в продукты с высокой добавленной стоимостью». 550 тысяч тонн пропана ежегодно будут поставлять по железной дороге. Сырьё на заводе намерены перерабатывать с использованием только передовых цифровых технологий. Это позволит управлять всеми процессами в удалённом режиме, говорят разработчики. Всю физическую работу будут выполнять роботы, а руководить процессом – оператор за счёт умного цифрового видеонаблюдения. «Заключение данного соглашения является завершающим шагом в запуске реализации пропана ТШО для компании Кипяя в качестве сырья для производства полипропилена. На достижение данной цели ушло много времени, начиная с 2008 года, когда ТШО и Республика Казахстан подписали соглашение по сырьевой продукции, потребовав закручить ещё несколько дополнительных соглашений». Отмечают специалисты экологичность предприятия, на котором будет использован замкнутый цикл охлаждения. Восточные воды завода будут проходить очистку, а это, в свою очередь, позволит сократить общее водопотребление. Полумиллиарда тенге на пошиве одежды заработали незрячие и слабовидящие карагандинцы. Они создали собственное предприятие и практически весь прошлый год обеспечивали местных медработников защитными костюмами. Теперь в швейном цехе Республиканского общества слепых ставят новые задачи. «Одежда, подушки и одеяла – всё это работа слабовидящих людей. Шьют они настолько хорошо, что спецформу у них заказывают многие предприятия города. Порой работы так много, что не хватает рабочих рук, говорят мастера». «Здесь я работаю 10 лет. Обычно ремонтирую швейные машинки. Но если заказов много, то тоже сажусь за шитьё. Мне нравится эта работа». А это цех картонных изделий, где ежедневно изготавливают более 5000 коробок. Работают здесь и те, у кого зрение отсутствует полностью. В их числе Ордак Жуманов. Видеть он перестал 10 лет назад из-за глазного давления. «Ничего сложного тут нет. Пусть глаза мои не видят, но руки способны к труду. В этом и ничем не хуже зрячих людей». В ещё одном цеху выращивают цветы. Как сезонные, так и многолетние. В этом направлении предприятие намерено расширяться и в будущем начать разведение цветов в других регионах страны. Впрочем, уже сейчас фабрику называют успешной и полезной для общества. «В самый пик распространения коронавируса мы шили противочумные костюмы для наших больниц. Всего изготовили 8000 медицинских халатов, 3000 костюмов и более 5000 медицинских масок». А в ближайшее время на предприятии появится ещё один новый цех. Там будут заниматься изготовлением мебели. Всего здесь работают 35 человек, 20 из которых слабовидящие либо незрячие. Известный костанайский поэт-рукоделец Рикбай Успанов собрал бесок в необычном исполнении. Зачастую колыбель-качалку делают полностью из дерева, а он добавил некоторые детали из цветного металла. Как говорит мастер, это придаёт его работе красоту. А если говорить о практическом применении, то эта колыбель легче и прочнее обычной. Изготовлением разных предметов из дерева Рикбай Успанов занимается уже около 40 лет. В основном домбры и колыбели. Сколько экземпляров уже точно и не помнит, говорят где-то тысяча. В каждую работу мастер старается внести какую-то изюминку. К примеру, этот бесок выполнен с применением цветного металла. Как говорил знаменитый учёный Алькей Маргулан, в своё время наши предки для украшения колыбели использовали золото или блестящие металлические изделия. С одной стороны, я учёл этот момент. А ещё этот металл экологически чистый. Дюре алюминия никаких вредных веществ не выделяет. И по весу он лёгкий. Цветной металл автор использовал не случайно. Теперь своё творение он смело может называть «Алтенбесек» или «Золотая колыбель». У нас родную землю сравнивают с «Золотой колыбелью». Поэтому я старался учесть и воспитательную сторону, и познавательную. На изголовье устанавливается «Маленькая думбра» для того, чтобы ребёнок с детства видел и познавал национальную культуру. На стихи Срикбая Успанова были написаны около 300 песен, особенно популярные среди казахстанцев Сагандым Алматамде и Шелёузен. Он также внёс огромный вклад в развитие детской литературы. Одно из творческих его направлений – труды о дамбре и колыбеле. Про колыбель было написано несколько песен на мои стихи. Среди них особенно популярна песня «Ах, Бесек». Особенность этого произведения состоит в том, что она не похожа на другие колыбельные песни. Она лёгкая, понятная и создавалась на современный лад. В будущем поэт-рукоделец планирует смастерить разборную версию «Золотой колыбели». Артём Грапов и Ермик Мухаммедьяров, Кустанай, Хабар, 24. На этом мы закончим. Немного позже вернёмся. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok